Около 30 тысяч туристов ждут этим летом в Каркаролинском национальном парке Карагандинской области. Поток отдыхающих ежегодно растет и в разгар сезона желающих столько, что на всех мест, в домах отдыха и туристических базах не хватает. В нацпарке решили создать условия для туристов, раздав земли предпринимателям в аренду. И пострадает ли от этого уникальная природа Каркаролы, интересовалась Алия Сыздыкова. Зона отдыха Алмалы – одна из самых новых в курортной зоне Каркаролинских гор. Предприниматель Рустем Жектыбаев взял один гектар земли у национального парка в краткосрочную аренду. Если по истечении пяти лет бизнес окажется прибыльным, срок аренды можно будет продлеть. Планы у Рустема амбициозные. Он планирует разбить вокруг Алмалы яблоневые сады. Посадили в этом году около 70 деревьев. В следующем году планируем еще 150 посадить. В основном яблони сажаем. Хотим привить нормальные сорта, чтобы яблоки росли, чтобы люди их собирали. В национальном парке уже одобрили 24 подобных проекта, в их числе и зона отдыха Орлан. Обещают, что она будет работать круглогодично. Такие небольшие объекты помогут решить вопрос с размещением туристов, уверены в нацпарке. При этом здесь также обещают, это не повлияет на уникальную природу Каркаролы. Под отдых отведена только четверть территории заповедника. 20 815 человек приехали в качестве туристов в Каркаролинский нацпарк в прошлом году. В этом году ожидается увеличение потока отдыхающих до 30 тысяч человек, потому что погода этим летом солнечная. Мы раздаем земельные участки в аренду, чтобы создать хорошие условия для отдыха. 30 миллионов тенге. Такую сумму смог привлечь национальный парк от посещения туристов. В этом году здесь надеются, что число отдыхающих еще возрастет. Так, ближайший к Караганде курорт возвращает себе былую популярность, констатируют специалисты. Алия Суздыкова, Василий Савкин, Асета Саинов, 24КЗ, Карагандинская область.